Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал! Если вы сюда заглянули впервые, меня зовут Оксана, я очень рада приветствовать вас у себя в гостях. Сегодняшнее видео по традиции будет посвящено секонд-хенду, и я вам покажу, что купила для своего магазинчика в инстаграм. Все как обычно, ссылка на магазинчик внизу в инфобоксе, все замеры, все цены, мои параметры, все, что могло бы быть вам интересно, вы найдете внизу под видео. Проходите в инстаграм, подписывайтесь, подписывайтесь на мой ютуб, будем с вами дружить. Ну а мы не будем затягивать, усаживайтесь поудобнее, наливайте себе что-нибудь прохладительное, и давайте начнем. И первое, с чего я начну, это с вещи, точнее с комплекта, касательно которого я еще не знаю, оставлять его себе или же продавать. Пока показываю вам, как пример того, что можно найти в секонд-хенде. Если вы найдете его в моем магазинчике в инстаграм, значит он продается, если нет, значит я его оставила себе. Мне попался вот такой просто потрясающе красивый, это мое коронное слово, очень красивый брючный костюм от бренда Капал в 38-м размере, красивый нюд с такой полоской, видите? Вертикальная полоска, причем полоска разной толщины, и жакет с двумя карманами. Он выглядит на камеру, что он вроде как слегка приталенный, но он хорошо держит форму, структурированный, прям такой плотный, хорошо сидящий, не какой-то там скомканный, висячий, а именно хороший жакет, структурированный, кремовый, такой немного с теплым подтоном цвет. По составу 50% полиэстера, 48% хлопка и 2% эластана. В 38-м размере вот такой вот жакетик. И брюки, брюки слегка расклешенные к низу, вот собственно говоря и по брюкам у меня есть вопросы, я не уверена, что они хорошо на мне сидят, именно на мой росту 60 см. Вот видите, они не сильно расклешенные, а слегка расклешенные к низу, брюки со стрелками, на средней посадке, два косых кармана по бокам, есть шлицы, можно все замечательно регулировать. Сзади вот такие вот два кармана, они абсолютно простые, они классические, я бы сказала, что они офисные, но этот ультрамодный цвет, к тому же брючный костюм, к своему стыду у меня нет ни одного брючного костюма почему-то. Я не знаю, почему как-то, ну так сложилось, надо исправлять это срочно. Субтитры создавал DimaTorzok Еще одна вещь, которую я не знаю, продавать или продавать, блин, ну просто они очень классные, вот такие вот потрясающие брюки от бренда Dikis, смотрите, с защипами, как я люблю, на высокой посадке. Сзади карманов нет, есть шлицы и есть еще вот такие вот клепки, посредством которых можно еще затянуть, потому что там внутри протянута резиночка. Dikis это американский бренд вековой истории, наверное, все знают этот бренд. Изначально это была строгая униформа, потом это одежда для армии во Второй мировой войне, для американской армии, а затем они изобрели легендарные чиносы, которые мне также полюбились, и мой муж с удовольствием носит чиносы, это классно действительно. Одежда, и здесь мне кажется, что они винтажные, я не знаю, почему я так решила, наверное, потому что бирка здесь впереди, а не сзади, как обычно, вот прямо возле ширинки бирка, и вот здесь есть всевозможные какие-то наклейки, они как будто напечатаны на печатной машинке, вот видите, вот из-за этого, наверное, но при этом они просто идеально выглядят, вообще никаких нюансов нет, они кипельно-белые, прям такие белоснежные. И здесь указано на бирке состава, я не нашла, по всей видимости, это хлопок, но на бирке еще указано, что это проверено на токсичные материалы. Не знаю, винтаж, не винтаж, но очень классный, мне очень понравился фасон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хотела пройти мимо вот такого летнего яркого царафана, посмотрите, какой он красивый. Помимо того, что мне понравился крой и длина, посмотрите, какой необычный крой, очень нестандартный, сзади вот так, я сейчас, конечно, покажу на себе, но вот так вот более как бы детально, вот видите, какой-то необычный фасон, сбоку молния, хорошая длина миди и по составу до 70% хлопка и 30% шелка. Указано, что сделано в Бельгии Аваланж, я не знакома с этим брендом, в размере 5, сейчас я вам покажу по детали, вот этот бренд, я с ним не знакома, но пошит сарафан очень даже неплохо. Для жителей городов прибрежных зонах существует еще один дополнительный критерий в подборе одежды на пляж. Вот это как раз тот самый случай, выйти из дома, чтобы в городе не выглядеть слишком по-пляжному одетой, но и на пляже не выглядеть слишком по-городскому, скажем так. Вещь я вам показывала во влоге из примерочной, и я все-таки решила ее приобрести. Во-первых, потому что это вышивка решелье, это сейчас очень модное, актуальное направление. Во-вторых, конечно же, из-за состава. Состав 70% хлопка и 30% шелка. Я бы никогда не сказала, что здесь есть шелк в составе, потому что для меня вообще не ассоциируется вышивка решелье с шелком. Всегда, как правило, это либо лен, либо хлопок, а шелк это для меня удивление. Почему решелье? В честь как раз того самого кардинала решелье, который стал прототипом персонажа в романе Дюма, и поговаривают, что он очень любил эту вышивку. На некоторых изображениях даже можно встретить элементы с этой вышивкой. Даже ходят легенды, что кардинал решелье сам очень любил коротать вечера за подобной вышивкой. Не знаю, насколько это правда, мне вообще сложно представить мужчину вышивающего. И когда подобный тренд только появился, честно говоря, я не сразу его распробовала. Наверное, потому что я все свое детство провела с моей бабушкой, она очень любила такие штучки. И весь дом был декорирован подобной вышивкой. Всевозможные коврики, занавесочки, рушники, всякие салфеточки, все, подушки, наволочки, под идеальники. Все у нас было с катерси, все было декорировано этой вышивкой. Наверное, слишком приелось для меня лично. Мне казалось, что это слишком, ну, как бы простить что ли девушку подобная вышивка. Но нет, со временем я все-таки распробовала. Это, конечно, колоссальный труд девчонки, это очень сложно, но это очень красиво. Сейчас я на эту вышивку смотрю совсем по-другому, другими глазами. И действительно, насколько можно по-разному подобные изделия обыграть, насколько можно его сделать женственным, элегантным и при этом не заезженным. Но, конечно, вот эта вот полоска, это сочетание, не сочетаемо, вот эта вот горизонтальная полоска, такая морская тематика. И здорово, мне кажется, можно стилизовать с подрилями, с какой-то легкой летящей юбкой. Следующая вещь это блуза. Ну, как же, никак не обойтись без блузы в моем видео. В данном случае одна и вот вторая здесь. В этой блузе есть такие звездочки яркие, она цвета капучино. По составу 30% шелка, 70% вискоза. Есть подкладка, подкладка в виде маечки, только вот в этой части, а рукава без подкладки. На бирке написано Made in Italy. Вот эта блуза, она в более теплом подтоне. 45% шелка, 50% вискоза и 5% эластана. Также рукава более тонкие, чем основная часть, но подкладки нет. Есть такая вертикальная полоска, драпировка, очень интересная. Замечательный нюд в случае, когда хочется выглядеть элегантно, но при этом не выделяться в нарядах в яркой цветовой гамме. Такие вот наряды, особенно если речь идет о Total Nude Look. Здорово, что цвет очень актуален, так как он идет любому типу внешности, любому цветотипу, любому возрасту. И его здорово можно стилизовать практически со всеми цветами. Он замечательно дружит. И давайте посмотрим, как эти блузы на мне. Я неоднократно говорила о том, что я очень люблю горох. И когда мне встретилась вот эта юбка, я ее тут же схватила, потому что она какая-то космическая. Такое преломление гороха. Очень красивые горошины всевозможных размеров, форм в двух цветах на черном фоне. Мне кажется, она просто огонь. Это стопроцентная вискоза. Мне нравится, что она летящая, такая струящаяся. Есть подкладка на резинке. Бренд Samanta Beam. Длина миди, размер 42. Мне кажется, с футболкой до подлодочки. Просто шикарно на лето. Продолжение следует... Такие брюки черного цвета от бренда Wilfred. Это канадский бренд. Но в первую очередь брюки мне понравились своим составом. Это стопроцентный Leacel. Leacel или Tencel по-разному пишут, в зависимости от того, в какой стране это сырье производится. Это целлюлоза, эвкалипт, переработанная химическим путем. И эту ткань называют тканью нового поколения. Потому что, при том, что это искусственно созданная ткань, но она из натурального сырья. И она очень экологична. Она, конечно, пока не бюджетная. Я думаю, что дальше она станет более бюджетной. Она очень прочная, очень экологичная. Обладает антибактериальными свойствами и практически полностью разлагается. Хорошо впитывает влагу, пропускает воздух. И очень прочная, имеет такой отлив небольшой, присущий шелку. Но по тактильным ощущениям я бы сказала, что это, знаете, есть такая тяжелая вискоза, которая прям так свисает буквально, очень струится. И холодная на ощупь, и вообще мне очень комфортно. Вот в той вискозе, а в этом так тем более. Сбоку есть молния, сзади два кармана, спереди два косых кармана. Такая драпировка в области. Далее широкий пояс. Также есть защипы вот здесь. Вот я их просто обожаю. И по размеру что-то я не вижу размер. Но это М. Давайте посмотрим, как они на мне. Следующая вещь это бермуды. Очень тоненькие. Я неоднократно говорила, что это самый трендовый вид шорт в этом сезоне. У нас это Gino Benotti. Это немецкий бренд в 44-м размере. Немецкий бренд, но с таким итальянским звучанием. Сейчас очень распространено так называть итальянскими псевдобрендами. Не знаю почему, потому что Германия славится своим качеством. Немецкая одежда хорошая по качеству. Почему они так решили назвать, я не знаю, что говоря, истории самого бренда. Мер 44. И как я сказала, я просто обожаю бермуды. Я полностью на них перешла. Я не нашу никакие шорты другие, кроме бермуда. Потому что, ну, это очень комфортно. Они прямые, они легкие, они свободные, они дышат. В них очень комфортно летом. Здесь есть шлевки. И также есть такие карабины, что ли, как это правильно называется. Вот такие, в общем, застежки. Можно затягивать еще дополнительно по своему размеру. Есть два боковых кармана. Сзади карманов нет. И внизу есть такие... Вообще карманы... Нет, это имитация кармана внизу. Вот, под карго. Цвета сафари на средней посадке. Отличные шорты на лето. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Накидка кимоно от бренда New Look в шестнадцатом размере. И сейчас подобные накидки кимоно очень актуальны в городском стиле также. Помимо того, что на пляже они замечательно выручают. Но и в городе сейчас очень распространено. И часто я встречаю сама в городе девушек, одетых именно так. Накидку кимоно. Мне кажется, это очень стильно. Сто процентная вискоза по составу. Бренд New Look. Вот такой вот принт. Замечательная альтернатива кардиганам. Просто накинуть на плечи вечером. В ней очень комфортно. Ну что, мои хорошие, на этом буду заканчивать свое видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Если это так, поддержите меня пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео, которое выйдет совсем скоро. А также по традиции, пожалуйста, напишите, какая вещь вам понравилась больше всего. Ну и вообще, что вам встречается в секонд-хенде. Мне очень интересно читать, когда вы мне рассказываете, что вы что-то там отхватили или урвали. И чувствуешь себя в команде. Ну а я благодарю вас за просмотр. Целую вас и люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok